Всем салют! С вами Джофф. Хочу еще раз обратить ваше внимание на мистера Паттона. Хочется показать вам, что может эта чудесная машина на такой карте, как рудники. Бывшие пагорки. Рудники моя самая любимая карта в игре. Я считаю, что это самая сбалансированная карта, самая интересная, самая драйвовая. Тут на маленьком клочке бумаги, так сказать, собраны самые разные виды местности. Тут и холмы, тут и небольшие ложбины, тут и равнины небольшие, тропы лесные, кстати, с ягелем, да. Тут и вода есть, и пляж, и даже что-то вроде деревни, несколько. У нашего танка сильные стороны это ДПМ, это обзор, плюс маневренность и углы склонения орудия вертикальные. Для этой карты он подходит просто идеально, учитывая все нижеперечисленное. Поэтому на этой карте лично у меня на Паттоне получается показывать очень хорошие результаты. Ну, не знаю, как у вас. Надеюсь, после этого видео и вы будете так же нагибать отлично. Так, я еду сейчас к своей стандартной точке. Сюда я еду практически на любой технике, даже на ПТ. Сюда можно фокусить подъем на горку, можно контрить и воду. То есть два направления убиваем одним макаром. Сейчас сюда приедут СТ-шки. Вот она уже едет одна. Я не попадаю по гусли. Очень советую всем попытаться, не пытаться нанести тут дамаг, а стрелять по гуслям. Потому что вслед за этим арта нанесет очень хороший урон. И от этого в целом вы выиграете. Так, что касается вражеской арты. С воды и с базы она сюда не пробивает. Но если у врагов есть быстрая арта типа ГВП, Хумеля, Лису 8, она может переехать примерно на А5-6 и оттуда уже накидывать. Так что имейте ввиду. Пока что я просто стою на этой точке. Я знаю, что на острове сидит светляк Т-52. Я не хочу его пропустить в нашей арте. Нередки случаи, когда Т-52 просто на пролом проходит мимо всех оленей, которые жуют ягель и убивают арту. Или просто хотя бы светит ее. Я не хочу этого допустить. Поэтому я пока тусую тут. На холм по подъему лезет Лева. Редкостный индивид. Я очень не люблю, когда в моей команде попадаются львы. Это на 99% они сольются. Это на 99% редкие уебаны. Их надо при рождении стерилизовать. Нельзя им плодиться. Очень неприятные игроки играют на этой технике. А вот у врагов, у врагов 3 ПТ. 3 ПТ на этой карте это очень печально. Потому что куча кустов помогает им маскироваться и наносить дамаг. Так, 1 ПТ мы знаем обедок, он держит воду. Он может позволить себе эту роскошь. Еще 1 ПТ стопудово сидит на А3, А4 на балконе. И еще 1, возможно, где-то рядом с деревней. Так, на горку ползет ИС-4. Ой, это печально, это печально. Я в него стреляю, не пробиваю. С новым патчем, не пробитие под таким вкусным углом, это нормальное явление. Видимо, сработали какие-то экраны. Или просто хорошее бронирование. Собственно, я тут немного ускоряю видео. Ситуация сложилась очень плохая. Недотапок это понял и свалил. ИС-3 это не понял, и он сейчас умрет. То есть, как вы видите по карте, смотрите. Остров за светляком. Вода там пушит 704. Центр. На центре 1 СТ хорошего уровня, высокого. И топ-тяж. Я оттуда уезжаю. Я немножко сдаю назад, потому что находиться там далее это очень опасно. ИС-4 может свеситься и уебать меня. А я под таким углом, под которым он свесится, я его, скорее всего, даже и не пробью. Я пока стою тут. Думаю, что делать. Прошу тапка подсветить рентгеном холм центральный. Вдруг, если кто-то там будет светить нашу арту через кусты, он и сам засветится. Но он этого не делает. Это очень плохо. В общем, я понимаю, что дальше находиться нельзя тут. И просто ждать тоже нельзя. Надо ехать. И я еду. Я еду на центр. Я буду сейчас забирать центр. Потому что если сейчас, допустим, его не забрать, наши сольются в деревне. Продавят деревню. Деревня пройдет в карте. И все. И бой проигран. Я еду на центр. Вижу 44-ку. Свожу. Свожусь и не попадаю. ВБР не на моей стороне. Плохо-плохо. Хотя сведение было хорошее. Соляю еще раз. Пробиваю. Отличненько. И сейчас хочу вам показать один момент в замедленном действии. Смотрите. 44-ка начинает доворачивать корпусом. Разводит меня на выстрел вбок. Вот. Рикошет. Вполне понятный рикошет. И эпик фейл. Вследствие чего. Второго шанса я, конечно, ей не даю. Убиваю ее. Как раз по кулдауну выезжает ИС-4. Как по заказу. Я убиваю его. И сразу же прячусь от арты. У ГВТ не самая ответственная траектория полета снаряда. Но рисковать не стоит. Собственно, за что я люблю Паттон. Очень высокая скорость перезарядки. Позволяет, вот видите, в таком режиме нагнуть две машины. И почти без потерь. Если бы, конечно, не моя ошибка с 44-кой. Мне бы нанесли всего лишь 200 хп дамага. Так. Что дальше? Дальше немножко ускоряю. Я тут верчусь, мечусь. Думаю, что делать. Аккуратненько подсвечиваю. Смотрю, тут никого. Так. Теперь прошу першинга светануть арту с острова. Если она на воде, он ее светанет. Першинг убивает светляка отлично. Это очень хорошо. Вот. Что дальше? Дальше я думаю, что делать. В скором времени... Тридцатку уже, видите, почти убитая. В скором времени придется дофить деревню. Он там в деревню еще лезет из первой. Из первой. Но мне его не достать никак. Никак не достать его. Нет, нет, нет. Першинг пока арту не зазветил. Возможно, на воде ее нету. Поэтому я аккуратненько-аккуратненько подъезжаю к кустам и начинаю светить вражескую базу. Так. ИС. Ну, мы в него стрелять не будем. Вот. А вот ради этого стоит рискнуть. Арта. Раз. Она как раз увидела першинга. Я спасаю першинга. И сразу уезжаю за камень от ПТ. То есть ПТ сидит на А4. Одна из... Я прячусь от нее за камнем. И сейчас будет форс-мажор. Я получаю дамаг от незасвеченного КВ-3. Очень неприятно, но бывает, бывает. Возможно, это даже моя ошибка тоже, наверное. Стоило немножко подождать за камнем. А потом уже ехать. Так. Я еду ловить то, что выехало из деревни. Это тапок Иису. Мне сейчас будет без вражеской арты очень удобно их разбирать отсюда. Тапочек. Проходит не очень хороший дамаг. 340. Еще один выстрел. И опять плохой дамаг. Я ловлю плюху от Иса. Это моя ошибка вторая в этом бою. Это вторая моя ошибка. Я забыл про Иса. Никогда не стоит забывать про мини-карту. Кто там светится, кто там может быть. Я про это забыл. И был. Обоснованно нагнут. Так. Ису поехала почему-то на центр. Они к нашей базе. Видимо, решила потом меня убить. Но сама себя перехитрожопила. Судя по надписи, она уже отсрялась. То есть она просто легкий фраг. И мы ее убиваем. Плюс еще сбита гусля. Спасибо ВБР за наше счастливое детство. Все. Ну, можно сказать, ситуация немножко разрядилась. Теперь что осталось. Теперь осталось поехать опять на центральный холм. Убить Иса в деревне. И потом можно будет уже выковыривать с помощью арты двух остальных вражин. Я аккуратненько подъезжаю. Свечу. Но тут никого. Никого, никого. Да. А, Ис. Ис тоже очень хитрый. Он почему-то не поехал за артой, а поехал на центр. Добивать тигра и патта на краполеных. Ну, он сам себя тоже перехитрожопил. И умер. Что теперь? Теперь надо аккуратно подсветить. Тех, кто остался. Сейчас вам кое-что покажу. Третья моя ошибка за этот бой. К счастью, не фатальная. Могла бы быть. Так. Вот я еду. И смотрите внимательно. Я проезжаю к кустам. Но проезжаю сквозь прорезь между ними. Если видите, пространство между ними. Я засвечиваю Иса, но при этом он тоже засвечивает меня. Мне стоило объехать вокруг холма с другой стороны и подъехать к кустам незасвеченным. То есть прямо в куст встать. Но я проехал через вот эту прорезь и засветился сам. Это моя ошибка. Плюс еще одна ошибка, что я не увидел, как повернулась башня. Не обратил внимания. По кулдауну я успеваю еще раз выстрелить. И отъезжаю. Ну, собственно, удача помогла мне выжить. Тут, несмотря на все мои ошибки. Так. В это время я упустил виду, что ПТ сняла Першинга. Першинг слился. Это плохо. Я прошу Тигра добить Иса. Он это может сделать. У него точная пушка. Как раз 300 дамага с лишним там. На ней. Он может встать за камешком и аккуратно снять его. Но он делает что-то непонятное. Он выезжает на центр острова. И ПТ его убивает. Очень-очень плохо. Вот. Собственно, я ускоряю видео. Не знаю, что делать. Надо пытаюсь подсвечивать ПТ. Осталось 3 минуты. Падает дерево, если видите. Возможно, Ис просто немножко неаккуратно поменял позицию. А возможно, он поехал по воде к нашей базе. Меня просят поменять дислокацию. Мне говорят, что вот можно обойти через деревню. Объехать и подсветить рентгеном. Это хорошая идея. Но времени на это, к сожалению, нет. Поэтому я еще раз пытаюсь подсветить Иса. Понимаю, что его там нет. И еду на воду. Еду, 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 еду на воду. Так. Вот я скатываюсь. Скатываюсь. И убиваю. Собственно, это предугадывание действий противника. Точнее, стандартных действий противника. Очень хорошо мне помогло. Так. Что теперь? Мне пишут, что браво. Действительно, получилось очень неплохо. Я пишу, что ХЗ. ХЗ, это значит, что я не знаю, что дальше делать. И осталась одна минута. Времени на финты нет. Нет времени ни на какие приемы. Нет времени на Канзас-Сити-Шафл, как сказал бы Брюс Уиллис. Поэтому я решаю просто ехать по центру и пытаться подсветить ПТ-шку Арти, которая, может быть, ее заваншотит. Но подарок судьбы. ПТ-шка сама идет к нам в руки. Стреляю. И со стабилизацией Паттона я попадаю. Прячусь за камень сразу же. И сейчас будет стандартный развод лохов в рендоме. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Выстрел вражеский. И я выезжаю и просто убиваю ПТ. Вот и все. Девять фрагов. Две сто обычного. Воин-снайпер. Двадцать два попадания из двадцать трех выстрелов. Что я могу сказать? Если вы играете на СТ-шах во взводе, у вас множество вариантов, как можно продавить одно или другое направление. В принципе, это даже ваша задача во взводе и продавливать. Быстро переехать на фланг, убить всех. И может быть даже вернуться на другой фланг и убить всех там. Но если вы играете соло рендом и на таком картонном танке, как Паттон, я считаю, что ваша игра это выжидание удобного момента и нагиб. Просто куда-то ехать ни в коем случае нельзя. Или даже если можно, это рискованно. Я предпочитаю выжидать удобный момент и нагибать. Или же нагибать за счет того, что другие идут, допустим, в бой, а я сзади. То есть враги агрятся на союзников. В это время я их разбираю. Даже так. Вот, собственно, и все. Я вам показал, что может Паттон на этой карте. Может, и многое. Может, в будущем будут еще какие-то бои. Я вам обязательно о них расскажу. На этом все пока что. Счастливо, до новых выпусков. С вами был Джофф и уголок нагибатора.